Сегодня стране нужны новые, прорывные, эффективные, инновационные технологии. Об этом Александр Лукашенко заявил на церемонии вручения дипломов доктора наук и аттестатов профессора. Глава государства отметил, что традиционно в эту пору в Беларуси подводят итоги научного года и вручают документы докторам наук и профессорам, умным, талантливым и трудолюбивым представителям научно-педагогического сообщества. В районе белорусской атомной станции появится сеть сейсмических наблюдений. Она нужна для того, чтобы следить за геодинамической стабильностью. Сейчас около АЭС работает временная сеть, но для эксплуатации станции нужна модернизированная и постоянная. Беларусь расположена в сейсмически спокойном месте. Однако после аварии на Фукусиме атомные державы пересмотрели свои подходы к безопасности. Белорусский авиаперевозчик постановляет полеты в Санкт-Петербург с 12 февраля, а в Ростов-на-Дону с 13. Также увеличивается количество рейсов по маршруту Минск-Москва-Минск. Со следующей недели улететь в российскую столицу и вернуться в белорусскую можно будет не только по понедельникам, средам и пятницам, но также по четвергам и воскресеньям. ГАИ призывает водителей не препятствовать работе снегоуборочной техники, не опережать колонны и не оставлять автомобили на краю проезжей части. В период непогоды наряды ДПС несут усиленное дежурство. В сложных условиях специалисты призывают к осторожности на дорогах. Стоит избегать резких перестроений и торможений, а также отказаться от обгонов, соблюдать дистанцию и скоростной режим. Спасатели за сутки помогли вытащить из снежных заносов 61 автомобиль. Пострадавших нет. Работниками МЧС и организаций проводились работы по распыловке и уборке упавших деревьев. Зафиксированы пять таких случаев. В Минской области один, в Могилевской четыре. Редактор субтитров А.Семкин